О результатах брокера Альпари, причинах резкого падения биткоина, а также о том, как это не помешало ему оказаться в инструментах компании Чбассеем, мы говорим в этот понедельник. Здравствуйте! Достаточно известная в странах СНГ компания Альпари опубликовала свои данные по объемам торговли за последнюю месячную торговую сессию. Из отчета компании следует, что по итогам мая торговый оборот Альпари вырос на 6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 101,4 млрд долларов. Компании отмечают, что основной рост оборота пришелся на пару евро-доллар, он составил 17% ровно по сравнению с апрелем. Более того, важным событием последнего отчетного месяца стало утверждение Банком России базового стандарта совершения операции на финансовом рынке при осуществлении деятельности Форекс-дилера. Благодаря этому событию компания Альпари Форекс и многие другие лицензированные в России Форекс-дилеры смогли начать подготовку к запуску полноценной работы в российской юрисдикции. Напомним, что 23 мая этого года Альпари Форекс зарегистрировала рамочный договор с ассоциацией Форекс-дилеров с РОФД. Таким образом, 1 июня начала свою официальную операционную деятельность в России компания Альпари Форекс – российское юридическое лицо международного финансового бренда Альпари. Под конец прошлой недели биткоин резко подешевел. Пара биткоин-доллар достигала отметки в 2120 долларов, опустившись с максимумом в районе 2500 достигнутого ранее. Скорее всего, такое падение вызвано очередным сбоем в работе сайта Coinbase, который повлек массовые продажи биткоина новыми трейдерами, прибывшими на рынок на волне недавнего ралли биткоина. Аналогичный случай последний раз был зафиксирован в мае. Администрация сервиса сообщила, что сбой работы сайта и мобильных приложений произошел по причине высокой загруженности серверов, которая была спровоцирована недавним стремительным ростом цифровой валюты. Время покажет, станет ли текущая динамика криптовалюты началом разворота после ралли с последующим сокращением размера всей экосистемы криптовалют, либо же откроет новые возможности для входа с покупками и возвращения котировок к максимумам в районе 3000 долларов. Однако, несмотря на временные падения, биткоин продолжает вливаться в массы. Например, Форекс и CFD брокер HYCM анонсировал добавление биткоина в свой перечень торговых инструментов. Теперь клиенты компании могут торговать парой биткоин-доллар. HYCM предлагает услуги по торговле валютами и контрактами на разницу CFD как розничным, так и институциональным клиентам. Компания входит в состав Hanyep Capital Markets Group, международной корпорации, которая занимается бизнесом в сфере недвижимости, образования, финансовых услуг и благотворительности. У брокера есть лицензии регуляторов Британии, Дубая и Кипра. В начале мая брокер опубликовал стратегический отчет и аудированные финансовые результаты за прошлый год. Совет директоров компании одобрил показатели, назвав прошлый год удовлетворительным. Однако при этом было зафиксировано небольшое снижение торговых объемов, которое обусловило лишь незначительный рост операционной прибыли. И такими новостями мы открыли новую рабочую неделю. Выпуск подготовлен совместно с редакцией Forex Magnets. До встречи завтра на Дукаскопе ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok